С 12 по 14 марта в полицию Кызыла стали поступать заявления о гребеже от женщин пенсионного возраста. По их словам, неизвестный молодой человек нападал на них в подъезде многоквартирных домов, где жили пенсионерки, отбирал сумки и убегал. В силу своего возраста женщины не успевали запомнить его приметы и, соответственно, не смогли описать его сотрудникам полиции. Преступления совершались в дневное время суток. Он на меня посмотрел. Я иду спокойно к стеночке прислонилась. Думаю, сейчас пробежат, но люди заходят тут. А он как побежал, как в этом, ну и все. Я ой, 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 ловить, а кто ловить, никого нет. Ну я занимаюсь, я этого так шагаря, он-то быстренько убежал, вот поросенок. О, господи, да у меня денег-то нету. А я там положил эти клеточки свои платить. Несмотря на то, что приметы злоумышленника были неизвестны, сотрудникам уголовного розыска полиции Кызыла удалось по горячим следам установить его личность и раскрыть серию грабежей. Грабителем оказался 16-летний подросток. В ходе оперативно-розысных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска полиции Кызыла, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 16-летний учащийся 9-го класса одного из общеобразовательных учреждений республики. При проведении допроса в присутствии законного представителя и защитника подросток дал признательные показания и пояснил, что похищенными денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению. Установлено, что преступление он совершал спонтанно. Заходя в подъезд следом за пожилыми, он вырывал у них из рук сумки и убегал. Действуя таким образом, нападавший похитил в общей сложности более 34 тысяч рублей. Сотрудники полиции напоминают, что если произошел грабеж, незамедлительно сообщать об этом в органы внутренних дел. Нужно помнить, чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы. А похищенное имущество возвращено законному владельцу.